А знаете ли вы, что есть вишня? Непростая, а она валенкоподобная. Она как бы покрыта серым таким пушком. Это войлочная вишня. Интересно чем? У нее все части опушены. И название у нее церазус-таминтоза. Вишня опушенная. Пушок есть даже на плодах. Растение чем интересно? Оно может использоваться как универсальный подвой для всех пород. Не прививается в нем только абрикос. Прививается даже персик. Но растение на вишне войлочной получается карликовым. И его любители используют на Дальнем Востоке, как подвой. Хорошо прививается алыча, вишня песчаная, слива домашняя. Почти все виды. Но не прививается вишня обыкновенная и вишня степная. Здесь родство у них очень отдаленное. Растение очень скороплодное. От посева начинает плодоносить на второй-третий год. И плодоносит ежегодно. И в этом смысле она очень благодарная. Не особенно сильно растущая. Но так же, как и слива, она выпривает. Поэтому сажать в снежных районах ее нужно на горках. В последние годы нами получено большое потомство гибридов третьего, четвертого, пятого поколения скрещивания вишни песчаной с вишней войлочной. Они уже по вкусу плодов напоминают вишню обыкновенную. И варенье из вишни песчаной войлочной не уступает по качеству вишни обыкновенной. Оказывается, в цветнике непременно должны быть обильно цветущие, надежные многолетники. Такие, как герань или лилейник, или пионы. Именно они составляют основу композиции. Красавцы-раритеты могут вымерзнуть. И редкие растения можно посадить в какое-то место в горшке. А почему бы вам не обратить внимание на барбарисы? Они такие разные. И совсем даже не безобразные. В настоящее время так много разных барбарисов. Есть красивые. Есть не очень красивые, но очень полезные. Вот этот вот барбарис тумберга. Посмотрите, какая у него золотистая красивая листва. Но он цветет тоже желтыми цветочками. Но ягодки у него несъедобные. Вот этот вот маленький барбарис тоже тумберга. Но у него уже другая окраска. Пурпурная, красная. Вот желто-зеленый барбарис. Вот этот вот барбарис пурпурный с желтенькой каемочкой. Просто у нас в этом году еще мало было солнца. Поэтому кайму плохо видно. Но как через некоторое время он ярко-ярко окрасится. Это тоже очень красивый барбарис. Хочу показать еще очень интересный барбарис. Вот этот барбарис вечно зеленый. Вот он весной цвел. У него такие были желтенькие красивые цветочки. Но, к сожалению, дул сильный ветер. Ягодок не будет. А вообще у этого барбариса белые ягодки. То есть ягоды у барбариса бывают даже различных окрасок. Я в последнее время так увлеклась барбарисами. Вот, к сожалению, остановиться никак не могу. Даже этот барбарис еще не успела и посадить. Ну, ничего. Думаю, сегодня обязательно я его высажу. Вот этот вот отавский барбарис. Ну, очень интересная маленькая форма на на. Вот этот, на первый взгляд, барбарис самый обычный. Да, ничего особенного нет. Листьев, длинные колючки, желтые цветы. И вот уже, так как они отцвели, созревают ягодки. А вот еще есть, посмотрите, веточка с желтенькими цветочками. А дальше уже идут ягодки. Прям замечательно. То есть вот этот вот амурский барбарис, я его очень люблю. Можно приготовить барбарисовый уксус. Наверное, мало кто про него знает. Вы знаете, очень интересно. Я пробовала. Вот, к сожалению, он уже закончился. Даже угостить не могу вас. Делается это очень просто. Берутся вот эти ягодки. Они же будут потом крупные, красные, красивые. Мы их просто, ну, как бы отжимаем от них сок, да, вот этих ягодок. Далее мы его варим до тех пор, пока не появится пена. И все. После этого мы убираем его в теплое место, потом в прохладное место. И потом при употреблении, когда нам понадобится уксус, мы просто его разводим водой для нужной консистенции. И уксус готов. Кстати, вот этот вот напиток, даже из уксуса, он очень хорошо утоляет жажду.